15 сентября 1918 года Объединенные турецко-азербайджанские войска, возглавляемые османским генералом Нурепашой, после ожесточенных боев с численно и технически превосходящим противником вошли в Баку Тем самым, был положен конец оккупации города большевистско-дашнакским режимом, осуществившим здесь ранее в марте-апреле 1918 года страшную резню мирного тюрко-мусульманского населения Баку, после года оккупации, вновь вернулся в состав Азербайджана и стал столицей первой Азербайджанской республики Возможно, на первый взгляд, битва за город Баку. Это лишь малый эпизод той кровавой эпохи начала 20 века Но все не так просто Давайте сначала разберемся с цифрами Освободившие Баку объединенные турецко-азербайджанские войска – это около 15 тысяч пехотинцев и кавалеристов, а также незначительное число артиллерии Противник – свыше 50 тысяч живой силы, плюс аэропланы, бронемашины, флот в Бакинской бухте и прочие современные на тот момент технические средства Как видно, противник одним лишь числом превосходит армию Нори Паши в несколько раз Если учесть современную боевую технику, то превосходство противника удваивается Цифры запомним, но дело вовсе не в цифрах Дело в контингенте противника Ведь против молодой Азербайджанской республики и ее 15-тысячного войска объединились те, чье объединение в корне противоречит всем научным догмам и теориям, всем идеологиям Ненависть к тюркскому миру заставила плечом к плечу в одном окопе сражаться злейших врагов Армянских дашнаков, то есть ярых националистов Бывших царских офицеров и казаков, то есть сторонников царизма Пророссийских большевиков, то есть интернационалистов И даже англичан Чтобы задушить тюркскую свободу, добить израненную Османскую Турцию и молодую Азербайджанскую республику объединились самые злейшие враги И так было всегда Запад, Россия и их прислужники на местах, будь они самыми заклятыми врагами друг для друга Всегда были готовы объединиться против тюркского мира Мы увидели, как против тюрков, когда надо, объединяются самые ярые противники Ну а сами тюрки Может ли быть эффективным единение братских народов? Мало числом, но единое духом турецко-азербайджанская армия за несколько часов справилась с превосходящими силами противника Битва за Баку, тот самый эпизод кровавой эпохи, начало 20 века, наглядно показывающий, насколько могут быть сильными тюркские народы, объединившие свои усилия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!